В Одессе прошло торжественное открытие уже третьего по счету этапа всеукраинской детской юношеской военно-спортивной патриотической игры «Сокол Джура». В честь этого события несколько сотен ребят со всей Украины под звуки военного оркестра прошлись маршем по центральным улицам города. Это было воистину грандиозное зрелище. Несколько сотен молодых и юных джуровцев прошлись по центральным улицам города. Старт акции. Улица Дерибасовская. Это государственная программа для школьной молодости. Берут участь все школы Украины, которые имеют на то желание. Щелеки весной отбываются первые районные соревнования по всей Украине. Краще переможцы соревнования в областных этапах. И сегодня у нас собралось 25 районов из всей Украины. Что такое «Сокол Джура»? Это военно-патриотическая игра, направленная на воспитание детей молодежи. Те, кто постарше, наверное, помнят игру «Зорницы». Так вот, игра «Сокол Джура» намного интереснее и насыщеннее. И по форме, и по содержанию. Играют в нее ребята-подростки со всей Украины. Хозяева области, где проводится очередной этап, получают специальный переходящий кубок. В прошлом году ими были полтавские ребята, ну а теперь на торжественной церемонии он был передан в руки одесситам. Важна физическая подготовка и также моральный настрой. Ну а заготовки, якость людей, но потребна физическая подготовка, загальная родиция. Чтобы стать настоящим джуровцем, необходима крепкая физическая подготовка. Потому среди участников ребята в основном занимающиеся спортом, легкой атлетикой, фехтованием, силовыми видами спорта. Это и есть настоящая физическая культура. А еще огромная любовь к Украине, потому что «Сокол Джура» воспитывает чувство настоящего патриотизма. В духе наших предков, славных казаков. Ну а джура – это верный казацкий помощник, его оруженосец, славный участник походов и боев. Мы пройшли с центром города, именно с теми местами, где в 2014 году происходили вуличные бои, в которых Одесса выбрала право называть морской столицей украинской государства. А джура будет жить? А как же, она живет давно и будет жить и развиваться. Мы базуемся в таборах молодых гвардей, а взагалі, с условиями участия в этой игре можно ознайомиться в каждой школе. Мы в этом уроке проводили семинары, проводили специальные навчання для відповідальних по районах и по школах. Будь ласка, батьки, діти, на добровольных засадах, звертайтесь до своих школ и организовуйте команды джур в каждой школе. На торжественной церемонии открытия третьего этапа «Всеукраинской военно-патриотической игры «Сокол Джура» было много представителей министерства, областного руководства и даже народных депутатов. Зачитывалось приветствие премьер-министра. Прискорбно одно. На этом государственного масштаба мероприятий не было замечено ни одного представителя городской власти, что в свою очередь не прошло незамеченным для высоких гостей. И, судя по всему, будет иметь последствия для будущего самого Труханова как мэра после голосования нардепов по его вопросу на сентябрьской сессии. Я думаю, что это показательно. То, что не мэр там, не то, что мэр там, вообще никто из Одесской мэрии не присутствовал на церемонии открытия, который проходил в Одессе, вот здесь, в центре Одессы. Поэтому, я думаю, точно знаю, как сам буду голосовать в случае чего. Ну и думаю, что всем тем, кто считают патриотами себя в сессии не зали Верховной Рады, я тоже много чего объясню. Но молодые джуровцы почти на целый месяц станут участниками увлекательных путешествий, интересных встреч, профессиональных тренировок и напряженных соревнований. Это будет их очередная ступенька на пути становления их как молодых граждан, достойных защитников Украины.